В прямом эфире РБК УФА. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас новости коротко. Цена бензина в течение первого квартала повысится незначительно, а к концу года может вырасти до 10%. По мнению опрошенных телеканалом РБК УФА экспертов, удержать цены в пределах инфляционного роста не получится из-за существенного повышения налоговой нагрузки. Отмечу, в первые дни нового года в Башкортостане литр бензина популярных марок подорожал в среднем на 70 копеек, дизельного топлива на 75-80. Так, на заправках Башнефти стоимость АИ-92 достигла 40 рублей 95 копеек, АТУМ-92 стоит 41 рубль 55 копеек, на Лукоиле АИ-92 экта подорожал до 41 рубля, 95-й экта сейчас стоит 45 рублей 75 копеек, на Башнефти АТУМ-95 44 рубля ровно. С нового года вырос акций на бензина, это около 4000 на тонну, примерно 3 рубля на литр. И к тому же вырос налог на добычу полезных ископаемых, так называемый МДПИ, плюс МДС, то есть налоговая нагрузка выросла так значительно, около, наверное, 4 рублей на литр. Также стоимость бензина традиционно зависит от цен на нефть и курса доллара. В случае их роста, отмечают аналитики, будет высокая экспортная альтернатива и удержать цены внутри страны будет тяжело. Для их стабилизации правительство России впервые вводит так называемый отрицательный акциз. В то же время эксперты напоминают про соглашение нефтяных компаний с правительством о заморозке розничных цен на нефтепродукты. До 31 марта 2019 нефтяники обязались поднимать стоимость в пределах роста НДС, что и произошло в первые дни января, и инфляции. По прогнозам специалистов, ее уровень по итогам квартала не превысит 1%. Также эксперты говорят об ужесточении контроля государства за ценами на бензин. И такого резкого, как в прошлом году, подорожания не ожидается. В это время Башкортостан не вошел в список регионов с быстрым темпом роста зарплат в 2019 году. Такой прогноз сделали в Министерстве экономического развития России. Среди лидеров по росту зарплат в этом году в Приволжском федеральном округе будут наши соседи из Татарстана. Плюс 8%. Здесь в среднем зарплата составит 34 тысячи рублей в месяц. В 2020-м – 37, в 2021-м – около 40 тысяч рублей. Если смотреть по федеральным округам, то в центральном округе выше всего зарплаты будут традиционно у москвичей. Так, в наступившем году средняя зарплата по столице России составит около 74 тысяч рублей. Представители IT-отрасли Башкортостана ждут встречи с коллегами из Крыма. Цифровизация экономики в числе ключевых вопросов бизнес-форума «Дни Крыма в Республике Башкортостан». Масштабное событие стартует в Уфе уже 17 января. Для внедрения цифровых технологий пространственных границ не существует, говорят аналитики. Своими разработками специалисты нашей республики готовы поделиться и с крымскими партнерами. По словам экспертов, на момент вхождения полуострова в состав нашей страны, IT-отрасль там существенно отставала от российской. По крайней мере, на момент входа Крыма в Российскую Федерацию, экономическая структура Крыма отставала от того, что было в Российской Федерации, ну и отставала, в том числе, наверное, и пойти, как мне кажется. Ну, по крайней мере, мой личный опыт об этом говорит. У нас были переговоры с Севастопольским портом, в частности. Там явно состояние, по крайней мере, идти далеко не на высоте. Бизнес-форум пройдет на высшем уровне. Официальную делегацию Крыма возглавит руководитель региона Сергей Аксенов. Башкортостан представит временно исполняющие обязанности главы республики Радий Хабиров. Среди спикеров видны общественные и политические деятели, в их числе сопредседатель деловой России Андрей Назаров и другие. Двухдневная программа форума включает пленарное заседание, выставку народных промыслов и ряд выездных секций. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.